Синтезатор аналог Электрон и секвенсор Такой же с локами, как на октатреке Все характерные фишки инструментов электрон здесь есть Но теперь здесь стоит аналоговый движок Аналоговые осцилляторы, аналоговые фильтры Аналоговый овердрайв Цифровой только здесь эффект процессор Эффект процессор здесь содержит хорус, дилей и реверберацию в посыле Общий эффект процессор для четырех треков Собственно, если посмотреть на лицевую панель Здесь примерно похоже, как на октатреке Только, собственно, добавлена часть клавиатурки Чтобы не играть уже здесь, как было на прежних приборах А было удобнее это делать Четыре трека Трек эффект процессора И трек управления по CV-гейт Всяким различным аналоговым оборудованием Винтажным или, может, и не винтажным Но то, которое не имеет миди-интерфейса А управляется по CV-гейт Значит, стереопара Вход, который может обрабатываться эффектами и фильтрами А также вход может выступать в роли осциллятора Собственно, что здесь На секции покажу Секция осциллятора состоит из двух генераторов Сейчас переключусь на какой-нибудь Такой пустой паттерн И на нем покажу, пожалуй Так Сейчас на экран Экранчик поближе Вот Видно тут Вот так вот, пожалуй Я сейчас загружу пустой кит Пустой набор Чтоб не было никаких звуков У нас тут Ну, пустой тон Собственно, вот первая закладка, которая видна Это закладка первого осциллятора Его громкость Видна Ручка Тюн Мастер Не очень громко? Нормально Отлично Здесь расстройка осциллятора Плавная И детюн Это для расстройки одного осциллятора Относительно другого Здесь в разделе wave Вот форма волны переключается Здесь их несколько Сейчас даже понизу Вот входы, которые обрабатываются Левый канал Правый канал Фидбэк Фидбэк на фильтр Вот И можно отключать осциллятор Например, это полезно, когда мы там работаем просто с фильтрами Или с Саб-осциллятором Саб-осциллятор тоже имеет несколько форм волны Основную, как бы опорную Вот на октаву ниже, на две И еще разновидность Здесь вот такая ручка регулирует Ширину Ширину импульса И две вот эти вот ручки Это, по сути, выделенное ЛФО Для модуляции ширины импульса Значит, здесь, если нажать осциллятор два раза Появляется закладка генератора шума Вторая закладка аналогична первой Вот я подмешал осциллятор Примерно те же органы управления И есть вот такая закладка общая для двух осцилляторов Она управляет, собственно, что здесь, скольжением Вибратор Генератор шум Секция фильтров Два фильтра Один идет за другим Резонанс Вот этот овердрайв Причем овердрайв имеет как положительное значение Так и отрицательное В положительном значении в инструкции напишут, что дает более мягкий овердрайв В отрицательном более жесткий Значит, второй фильтр У него есть несколько режимов Лоу-пасс, хай-пасс Различные разновидности этих фильтров И остальные ручки Это влияние фильтра на энвелопы Которые, по-моему, этими окибающими будут управлять Два LFO Значит, долго я тут вникать Это не буду рассказывать Потому что это долго и неинтересно Я, пожалуй, что-нибудь сразу буду включать И рассказывать, как это, что сделано Вот я сейчас замитировал все треки, кроме первого Вот у меня играет первая дорожка Можно, да, сейчас зум убрать наверх, чтобы было видно Все, что на секвенсоре запрограммировано Может быть запрограммировано наподобие, как это сделается в октатреке Для каждого шага мы можем наруливать собственный звук И также можем выбирать эти звуки из списков То есть, например, кик в промежутках Там, например, какие-то басовые звуки Вот вы слышите, как они звучат У прибора есть очень интересная фишка Называется режим Performance Она позволяет выводить на вот эти ручки Любимые вами параметры И мало того, что выводить просто на ручке эти параметры Она позволяет на каждую ручку до пяти различных параметров назначать Причем неважно, с каких дорожек и какие это параметры Соответственно, можно поворотом одной ручки Можно звук очень интересно менять Это, собственно, очень эффектно для работы во время живых выступлений Вот, повернул другую ручку Там какой-то начинает включаться ЛФО, которое панорормирует уже На второй дорожке у меня там тот какой-то басок Какой-то на генераторе шума сделан Снэйр, какие-то звуки, похожие на хэр По-моему, вообще идеальный аппарат для различных стилей Типа техно, минимал, может быть еще каких-то таких Добавил третью дорожку Там играет какой-то такой мид-бас Причем, обратите внимание Если я включил первую дорожку Вот мы видим, как у меня набита партия секвенсора с киком И она у меня сделана на 64 шага То на партии баса у меня всего отрабатывает 5 шагов То есть тоже на каждой дорожке может быть индивидуальная длина сделана Это очень удобно Вот, например, вот этот же бас Он все время сбивается и относительно дорожек скольгит И получается вот такой, как бы, синкопированный рисунок На четвертой дорожке какой-то подкладочный звук Вот опять же, в перформанс режиме я повернул ручки Которые у меня уже нобулируют громкость на подкладочном звуке И уже появляется такой немножко эффект сочей Которые у меня будут громкость на подкладке Естественно, для каждой дорожки можно сохранять различные варианты звуков Если у вас забита какая-то секвенция, вы можете просто перебирать звуки Подкладывая уже под забитые секвенции Сейчас я перейду просто на другой паттерн Очень здорово, что, в принципе, наконец аналоговый по сути Свой инструмент получил мощный секвенсорный электроновский движок Который позволяет на каждый шаг практически постоянно менять любые совершенно параметры Потом здесь есть еще новая фишка, в отличие от предыдущих инструментов Здесь есть несколько режимов работы переключения паттернов Раньше ведь как? Надо было нажимать какой-то паттерн, выбирать Ждать, пока он закончит играть И когда он закончит, он все, пошел в следующий Здесь можно сделать переключение паттернов на лету, не дожидаясь Здесь специально есть режим Direct Change И есть еще режим такой, что, например, у вас может играть один паттерн Моментально переключиться на другой Но другой начнет не с начала, а с того места, где прервался первый То есть, например, начало паттерна отыграть одно А второй кусок отыграть уже другой части Вот таким образом В принципе, что мне в инструменте здесь понравилось больше всего Это тот самый режим Performance Потому что с ним можно бесконечно долго экспериментировать Находить интересные какие-то сочетания И это можно сохранять Делать следующий паттерн с другими какими-то настройками Достаточно творчески получается Делать следующий паттерн с другими какими-то настройками Я люблю обычно играть паттерны в сочетании с мютированием дорожек В данном случае я просто периодически мютирую партии где-то здесь И комбинирую это с работой с перформансом режимом Причем здесь тоже сделана вещь Когда вы что-то накрутили Всегда можно моментально перезарядить этот паттерн Подмешивать реверберацию Причем я не залезаю в секцию ревербератора Хотя можно сделать это и вот здесь Я просто опять же в перформанс режиме назначил ручку Которая мне выводит реверберацию На те треки, на какие мне только надо И все И опять все вернул паттерн В его состояние, в каком он у меня был запомнен Я так еще с прибором не сильно сказать, что посвоился он недавно Но какие-то Какие-то вещи пытаюсь на нем нарулить В данном случае вот Вот этот бас у меня как раз С использованием вот этого аналога овердрайва Продолжение следует... Причем опять же можно использовать Те же аналоговые входы Продолжение следует... Ну, можно, в принципе, я думаю, достаточно в разных его жанрах использовать Не только какие-то там агрессивные звуки Можно что-то помягче играть Или наоборот, что-то более колкое, более тонкое Ну, наоборот, сейчас я разгоню побыстрее В принципе, вот что здесь? Четыре дорожки всего Сейчас я по очереди выключаю какие-то, будет ясно, что из чего состоит Вот четвертая дорожка играет такой вот басок К ней Вторая дорожка Здесь такой какой-то клик у меня сделан ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 В приборе, как и в прежних инструментах электрон есть такое понятие, как цепочка паттернов Когда мы выбираем несколько паттернов Ну, например, вот я два выберу из них, они будут играть цепочкой Когда это играет один, будет другой, они будут автоматически переключаться Но здесь добавлена новая функция Здесь можно создавать шаблон То есть я, например, вот задал последствия переключаться двум паттернам по очереди А могу ее выключить, а могу ее выключить, и она останется на тот, который проигрывался в данный момент Вот на этом она и останется Я там с ней, скажем, поманипулировал, что-то хватит И опять включу цепочку паттерна, опять включаю какой-то шаблон В принципе, это даже избавляет в какой-то степени от создания сонгов Хотя такой режим здесь тоже, безусловно, есть И, в принципе, он такой же, как в прежних инструментах В принципе, какие-то вопросы, пожалуйста, по инструменту сразу задавайте И по ходу пьесы я буду отвечать, что-то показывать Есть вопрос Поэтапно Немножко отличается работа с этим инструментом от других электронов То есть здесь организованное по-другому устройство Да Хотелось бы услышать, как полеократного человека С чего надо начинать? Создание звука, одного создания звука Как это все сохранять в кит? То есть здесь, как я понимаю, кит содержит в себе все настройки Настройки всех дорожек Всех дорожек, всех дорожек И не только как был наролен звук, как были повернуты ручки Но и как были настроены громкости, эффект-процессоры и другие моменты По сути, это то, что нужно сохранять И то, что получается, есть некая, не знаю, трека Это как бы я назвал бы, как, знаете, ну как в старых синтах, да? Там нарисовали шаблон, сфотографировали или перерисовали ручки Вот кит примерно то же самое То есть запомнил, как нарулено у нас все во всех секциях Вот, но здесь сделана новая вещь, которая раньше в электронах не была Они ввели понятие саунд То есть, в принципе, можно кит составлять из саунда Саунд это как бы самая нижняя ступень создания звуков То есть я могу создать, нарулить какой-то звук Сохранить его как саунд То есть просто как одиночный звук Только звук сам по себе, тембр Который я могу потом назначить на любую дорожку Ну это, в принципе, в любом синтезаторе современном Есть в вирусе, в львом, в норде То есть обычный одиночный, не перформанс, а одиночный звук Патч, да, совершенно верно Просто патч одиночный Из этих саундов я могу собрать кит То есть на нескольких дорожках собрать какую-то совокупность настроек На этой дорожке такой звук назначил, на второй другой, на третий, третий Сохранил это в кит, набор И это уже, по сути дела, в эквивалентах других инструментов Наверное, как сохраненный перформанс, наверное Есть такие, да, в тех же каких-то там инструментах Одиночный саунд и перформансы Ну это примерно то же самое Вот И, собственно, здесь Из этих саундов можно все, что угодно здесь составлять Притом, опять же, как фирменно для инструментов электрон Здесь киты, они жестко не привязаны к конкретному паттерну То есть кит можно всегда применить Сделанный на паттерне, скажем, номер один Всегда можно эти настройки применить к паттерну номер 10, к примеру Или наоборот, все время менять местами Это бывает для чего удобно? Допустим, у вас есть трек, который вы сделали в одних тембрах Потом вы решили, ну у вас поменялось настроение Новые идеи появились Но жалко вам стирать старые и паттерны занимать В принципе, там все ноты уже прописаны Вам хочется с тембрами поработать, еще что-то Вы просто взяли другой кит Тоту вы сохранили кит И просто с новым китом поработали Сохранили его там в другую ячейку И потом просто под этот паттерн подложили один кит, послушали Ага, вот этот звучит лучше, допустим, на лайве будет А потом взяли, переключили кит номер там, не знаю, там студио, допустим, назвали его И он там дома, там какой-то другой вариант аранжировки присутствует Хотя ноты в секвенсоре уже все забиты И таких китов здесь 128 и саундов 128 128 кажется вроде как бы маловато, да, по сравнению с современным синтезатом Где там 512 и там и больше Но здесь саундов 128 и еще 128 китов Которые тоже сами по себе сохраняются То есть в принципе я могу и не работать с этими одиночными звуками Я могу работать по привычке, как я раньше там на мономашине делал Где были только киты Только с этими китами работать Вот В принципе Ну вот, наверное, так, если ответил на вопрос, конечно Ну вот То есть, по сути, звуки все, не настройки, весь этот перформанс хранится в ките А именно прописанные ноты хранятся в каждом патроне Да-да-да, совершенно верно Просто здесь, ну как, для инструментов этой фирмы характерно отсутствие запоминания нотной партии в секвенсор То есть каждый шаг, нажатый в секвенсоре, прописанный в его сетку Он считается, что он уже запомнен Его не надо как-то отдельно сохранять На что только стоит обращать внимание, кто только начал работать Неважно, аналог флойта или другой инструмент Не путать киты Очень часто, например, люди делают паттерн номер один Допустим, в нем что-то красивое сделано Переключились на второй Там что-то покрутили Ну, скопировали паттерн один, номер два И в нем что-то поменяли, покрутили Потом вернулись в первый И увидели, что он вес нарушен Он звучит не так, как звучало раньше Потому что на самом деле Вы пользуясь общим китом для этих двух паттернов Но вы же внесли в нем изменения И сохранили его То есть, если бы вы хотели, чтобы у вас два паттерна звучали по-разному Вам надо было просто для каждого сделать свой конкретный кит Благо паттернов 128 и китов 128 Проблемы с этим никакой нету Что китов не хватает Вот Пожалуйста, еще какие-то вопросы Тогда я могу предложить, что Вы можете подходить, покрутить инструмент Какие-то меню, где-то какие-то что-то моменты по аналогу Все расскажу Спасибо Пожалуйста Смотри Там же нахожусь на дорожку Следует Левый-правый, нет? Да То есть, либо левый, либо правый В первом осцилляторе есть левый А во втором можно выбрать правый А-а Тогда ты просто Да Помимо того, что здесь есть дорожка для FX, где есть просто вход для обработки внешнего сигнала Который может, не занимая другие четыре трека, обрабатывать, скажем, вход с других инструментов Я могу подмешать к нему дилей, ревер, хорус Просто к обрабатываемому сигналу Ну, просто как эффект процессор будет работать Ну, если я хочу, чтобы он у меня еще обрабатывался и фильтрами, там, да, какими-то другими фишками огибающими, там, какими-то инвелопами ЛФО, там, прономировался как-то хитро Я могу вместо осциллятора назначить входы внешние На первый осциллятор левый канал, если это стерео у нас, да, на второй осциллятор второй И, пожалуйста, так я спокойно обрабатываю Он очень проще, чем все остальные электроны Он не проще, он немножко другой Во-первых, они здесь все-таки убрали вот это понятие, которое у них было раньше, машины Да, вот характерная с машиндрама, с мономашины В октатреке машины еще тоже присутствуют, их там меньше И они просто условно разделены Просто одна с карты читает, другая сэмпл, другая не с карты Вот и все, чисто условное разделение Понятно, в тех инструментах это разные машины синтеза были, с ними было все ясно А здесь, в принципе, аналоговый инструмент, какие тут могут быть машины Просто четырехчастный аналоговый синт На каждом два генератора, два фильтра, овердрайв И общий на них эффект процессор в посыле Вот и все Но он не проще Он в чем, может быть, сложнее? Во-первых, выруливать звук все-таки надо руками Потому что, на мой взгляд, инструменты фирмы Электрон Они не блещут тем, что они набивают свои инструменты Какими-то красивыми патчами, перформансами Когда там берешь какой-то, не знаю, другой инструмент Просто включаешь демо-паттерн, нажимаешь, и там все сразу красиво И, в принципе, можно дальше уже не заниматься синтезом Можно постоянно перебирать эти банки, качать их с интернета И покупать, или так скачивать Неважно, здесь такой фокус не пройдет Хотя Электроны уже выложили на сайт Там несколько банков для Analog4 Я их туда тоже закачивал Но, в принципе, не знаю, кому как Это инструмент скорее для людей, которые не хотят использовать готовое А хотят рулить свое Только в таком случае, я думаю, он будет раскрываться Это не только Analog4, это, в принципе, любой инструмент А тем более, я думаю, если касается мономашин То это в квадрате То есть там надо инструмент только самому рулить Только под себя Так что, не знаю, во всяком случае, я не разочарован Я постоянно пишу ребятам Там разработчик, один из программистов из команды Он на русском языке общается Можно с ним переписываться Это может делать любой Кто хочет высказать какие-то пожелания Или найдет какие-то ошибки Которые могут встречаться в операционке Вот буквально вчера вышла новая операционка Там много чего добавили И кое-чего пофиксили Вот И парень мне говорит Вы, говорит, пишите Потому что, говорит, некоторые вещи Мы не музыканты иногда даже Мы не понимаем иногда просто, что хотелось бы Мы могли бы там, может, сделать Вы просто какие-то пожелания свои высказываете Например, одно из пожеланий Вот тот самый перформанс мод Здесь, если вы видите, все ручки Они же выполнены в виде крутилок таких, да Вот, я сейчас запущу какой-нибудь Ну, не знаю, вот паттерн Так, сейчас потише сделаю Помедленнее Это тоже немаловажный вариант, что там есть метроном Да, метроном Кстати, метроном Я вот попросил тоже ребят Из электрон сделать метроном Не только, чтобы вот клик работал Как он там надо активировал Клик, да, и вот он кликает все время В принципе, клик при воспроизведении Уже особо бывать не нужен Он нужен при реалтаймовой записи В основном Поэтому я просил их сделать Чтобы при реалтаймовой записи Он включался А как только реалтаймовую запись выключил Он выключался То есть, в принципе, он нужен-то только Когда мы пишем в реальном времени Зачем Он идет в уши И у него отстраивается громкость Да, у него есть возможность Из-за такта там Один-два бара заступать Вот Ну, вот будет полезно Чтобы он, например, отрабатывал Только при реалтаймовой записи Во всяком случае, чтобы был режим Хочу так, хочу так В принципе, это несложно реализуется Вот А что еще? Как же так получается, что у тебя в одной дорожке Несколько разный звук? Ну, как? Это же Нет Никакого тут Никакого тут Собственно, нету На каждую долю свой звук Да Вот На каждую долю свой просто звук Вот они Вот эти 16 шагов Они крутятся И вот у меня вот Видно, помаргивает здесь триггер Не знаю А, здесь этого не видно Сейчас Вот Вот он помаргивает Это значит По умолчанию У меня здесь Саундом выбран кик А вот На седьмом шаге У меня Значит Выбран звук Из списка Из библиотеки других Вот он Этот басок Здесь и звучит Опять же Вот я сейчас Если приблизить сюда Зум Вот я в перформанс Здесь какие-то ручки Назначил Я попросил ребят Сделать полезную вещь Очень бывает нужно Не плавно что-то регулировать А бывает нужно Какое-то сразу Конечное Конкретное значение Вот, например Надо сразу максимально Вот такой звук Чтоб у меня был Зачем мне надо Поворачивать фейдер Я попросил сделать Возможность Выбора Хочу Плавную ручку А хочу Как просто переключатель Он-Офф Где Офф Соответствует Просто дефолтному Состоянию паттерна А включенное Любому выбранному Настроенному В моем Перформансе Да-да-да Да Это касается Вот тоже нам Извляться Абсолютно с этим согласен Особенно где мы Работаем В настройках ЛФО Где вот этот Список параметров Там Если касаешься ручки Можно легко Сбить параметр И потом Надо помнить Что там было Ну вот Я попросил Чтоб это было Через нажатие Во-первых А потом Я попросил Ребят Еще Не знаю Удобно ли Пользователям Электронов Например Всем известно Что ручка Когда мы крутим Без нажатия Она плавно регулируется С нажатием Быстро Но бывает Особенно во время Лайва Удобно Оперировать Как раз Быстрыми вращениями В принципе Там уже Все ведь настроено Тонкая настройка Нужна Когда мы Выруливаем Какой-то тембр А какие-то Другие Вещи Во время Лайва Там уже Быстро Идут операции Зачем Зачем Все Время Мучить С нажатиями Вот этот Кноп Туда Сюда Чтобы В настройках В глобале Была возможность Сделать Инверсии То есть Не нажатый Он крутится Быстро Нажатый Крутится Плавно То есть Всего-то Настройку Поменять Во время Выступления Этот Кноп Так Крутится Все Так что Не знаю Инструмент Очень Интересный Я вот Еще Не имел Возможности Попробовать Его с Какими-то Аналоговыми Синтами По ЦВ Вот Но Я только Видел их На ютубе Эти ролики Вот Ну По USB Я его Подключал Кэблтон Нормально Он работает С Последней 1.03 Никаких Там Разъезжаний С кликом Как в начале Когда там Была 1.0 Там Этого Уже Нет Ничего Вот Нормально Он совершенно Запускается Модуль Четыре Монопонических Фактически Статизатора Вы получаете В вот таком Корпусе Вставляете В REC Подключаете По миди Там Кэблтон Или по USB Кэблтон Лоджик Убейс И так далее Да Забираете С него сигнал И уже Секвенсируете Его Вашей Рабочей станции Это очень круто Потому что Вы получаете Фактически Четыре Аналоговых Синтезаторов Монопонических В одном Если вы знаете Сколько стоит В среднем Монопонический Синтезатор Аналоговый То в общем-то Экономически Выгодно Это при Ответении Так Звучит он Звучит он Вот Нерезко Нерезкое У него Звучание Просто Понятно Что инструмент Надо Слушать Даже не так В ППХ Где-то здесь Это надо Слушать Подробно Дома Спокойно Или Свидеть Наушниках Или В магазине Спокойно Посидеть Покрутить Я думаю Что если Любой Из вас Кто его Возьмет Покрутит Поймет Что в принципе Инструмент Даже при Экстремальных Режимах Настроек То есть Там Когда там Дисторшн Там Какой-то Фидбэк Он Не Садится На ухо Не едкий Звук У него Вот Фильтр Работает Весьма Плавно За счет Него Очень Неплохо Выруливаются Различные Ударные Инструменты Кик Там Тот же Там Какие-то Другие Перкуссионные Звуки Мне Что сразу Понравилось С ним Работать Не просто Какие-то Звуки Создавать Просто Барабаны Скажем На Октотреке Хотя Я так Тоже Делал Там Там Играет Все Остальное А вот Прямо Барабаны На нем Прямо За счет Вписывания Сюда Этим Локов Какие-то Звуки Чтобы Сразу Какой-то Цельный Звук Такой Рыхловатый Такой Такой Аналоговый Звук Но Зато Он Такой Интересный В этом Плане Так Что Я думаю Если Покрутите Кто Тем более Уже Знает Эти Инструменты У кого Думаю Электроны Есть Тот Понимает О чем Идет Речь Понимает Так Что Вот